Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник очень многодетной мамы и канал Мать-Героиня. Мои хорошие, мы у нас с вами, да, у нас с вами сегодня будет самая настоящая сборная солянка. Да, обсудим сегодня всех, друзья мои, да, отличились абсолютно все. Ну что, во-первых, в строках своего письма хочется все-таки сказать, действительно, гены пальцем не сотрешь. Вы знаете, что у Лельки сегодня дедушка был на конце деревни, да, что у Женьки, кормящей медалистки, она озвучила. Я ненадолго выпала из сферы своих каналов. Ну что ж, Женька, надеюсь, в свои каналы ты все-таки сумеешь, да, найдешь такую возможность вернуться, впасть, как говорится, туда-обратно. Женька, друзья мои, благодарит свой электорат, своих добрых-предобрых зрителей, которые задонатили ей, да, друзья мои, за денежные переводы. И наша, 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 вот это вот, опять же, молодец. Спортсменка, красавица и медалистка благодарит своих зрителей, да, вы не ослышались, та самая, которая после того, как они выложили ролик про поездку на Байкал, помните, она орала на Яндекс.Дзене, разразилась аж целой статьей, да, где сказала о том, что как вам не стыдно умолять чей-то труд, мы так много трудимся и так далее, мы такие молодцы, мы так много работаем, и я, и мама, и Леша. Ну что ж, мы видим, как говорится, да, плоды и труды вашей работы, денежные переводы. Так вот, Женька благодарит за 400 с лишним рублей, которые ей перевели, значит, на вот эти вот ее хомячки, и говорит, ой, это нереально круто получать такую энергию от вас и веру в меня. То есть, да, в их понимании, друзья мои, вот в понимании этого семейства деньги, это, знаете, все, вот эта вот энергия, это вера, это надежда, короче, деньги, деньги и еще раз деньги. Что, собственно, и требовалось доказать, опять же, кто бы сомневался, что дети будут мыслить точно так же, как их мать. Да, конечно, кто-то мне скажет, Галь, о чем здесь можно говорить, ведь дети, это вот как губки впитывают абсолютно все от своих родителей, да, такие же, как мама. Ребята, это понятно, но опять же, мы же с вами имеем возможность, так скажем, обсуждать все эти моменты и показывать это для тех, кто, по крайней мере, либо не видит, либо, может быть, не хочет замечать, да, того, что есть на самом деле. Ну и как мамка, друзья мои, Женька тоже, Женька тоже, глядя на мамку, показывает нам, как же много у нее дел. Мол, так и так, у меня и сессия на носу, и монтаж роликов, друзья мои, и статьи на Яндекс.Дзене, а еще и работа, представляете? Да, и вот я сразу, знаете, в этот момент, когда Женька озвучила, что, мол, у меня хлопот и забот полон род, да, я подумала, а все-таки получается, что с маленькой Вероникой, значит, если Женьки нет, и если Женька остается с ночевкой в другом месте, да, не ночует у бабушки, значит, соответственно, с маленькой Вероникой возится вот эта вот пожилая женщина. То есть, представляете, поберухе было сложно, ну, а маме поберухе, видимо, не сложно. Далее. Далее Женька идет и вспоминает, говорит, ой, что я хотела вам сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать. Жень, ты знаешь, ты такая вот странная, вот честно, ты вышла в эту несчастную лепешку в телеграм-канале, в лепешку на 40, на 50 секунд. Ты же для чего-то вышла, ты же должна что-то сказать, и ты уже не можешь вспомнить, о чем ты собиралась говорить. Тогда нахрена вот у меня вопрос записывать эту лепешку, когда ты уже не помнишь вообще, с какой целью и для чего ты туда выходишь. Далее, друзья мои, вообще прикол. Вы знаете, вот насколько люди даже не слышат, что они говорят, и насколько это смотрится дико со стороны. Она говорит, да, я хочу, говорит, закрыть там вот экзамены все на 5. Ну, говорит, максимум на 4. Такая подумала, подумала, говорит, ну, или минимум на 4. Друзья мои, так и не разобралась. Она говорит, ну, я просто сейчас вот такая вся вот, вот типа не понимаю, что говорю, так себя ощущаю, даже типа не понимаю, ребят, до нее так и не дошло. Нет, я все понимаю. Бывает такое, когда, знаете, шарики заходят за ролики, да, всякое бывает, когда ты начинаешь тупить, и когда ты просто элементарно забываешь даже, как правильно, как ставится ударение в каком-то простейшем слове. Вот в простом слове, да, бывает такое, да. Бывает, когда ты забываешь какие-то фразы, которые ты произносил миллион раз. Такое тоже бывает. Но когда ты уже изначально сказала, что я хочу сдать экзамены на 5, ну, как же ты можешь сказать, или максимум на 4. Ну, как может быть максимум 4, когда ты уже озвучила пятерку, да? Если максимум на 4, ты не можешь говорить про 5. Вроде, казалось бы, элементарные вещи, но Женька и здесь, друзья мои, запуталась. Еще, говорит, у нас сегодня была фотосессия мальчика. Ребят, слушаем внимательно. Фотосессия, говорит, была с мальчиком. Я, говорит, такое получила от удовольствия от работы с мужчиной. От этой, говорит, энергетики и от взглядов. Жень, ты знаешь, я тебе могу сказать, что ты начинаешь меня пугать. Как можно озвучить, что сегодня, да, у тебя была фотосессия с мальчиком, и ты получила от нее такое удовольствие, да, от работы с мужчиной. Так ты уже, во-первых, определись, то ли это мальчик, то ли это мужчина, да. Такая была энергетика взглядов. Жень, ты начинаешь меня пугать, потому что я сразу вспоминаю, опять же, гены пальцем не сотрешь. Давай-ка вспомним, как часто твоя маман проходилась по как раз-таки твоему папане, дяде Боре. Да, вспоминаем все, друзья мои, когда она кричала, да он любитель малолеток, да он такой. Ну, не буду произносить это слово, да. Ну, зачем, как говорится. Какой смысл? Это ж не я про него так говорила, а поберуха. Да он западает на малолеток, да он больной, да у него болезнь, да он любит малолеток и так далее. И здесь Женька, да, дочка того самого дедушки Бори, который запал на малолетнюю Лолиту, Лёльку, которой тогда было то ли 13, то ли 14 лет, друзья мои. И тут Женька, дочь своего отца, не побоюсь я этого слова, говорит. Ой, вы знаете, у меня была такая фотосессия с мальчиком, такое удовольствие получила от работы с мужчиной, от этой энергетики, от этих взглядов. Жень, ты что, пошла по стопам своего папани? Друзья мои, почему я смеюсь? Потому что всякий раз, когда поберуха позволяла себе опускать своих бывших мужей, одного называя любителем малолеток, другого называя Чикатило, там всякое разное и так далее, я же всегда говорила, и мои зрители тоже об этом писали, да, что, ну, ты что делаешь-то? Ты же рожала от них детей, соответственно, в детях течет его кровь, кровь своих отцов, как ни крути, да, ты не боишься о том, что ты ставишь штампы на своих бывших мужьях, и тут же эти штампы и вот эта вот репутация падает автоматически на плечи твоих детей. Нет, она об этом даже близко не думала. И вот тут вот, пожалуйста, да, вот этот вот абракадабра, я бы сказала, от Женьки, вот этот вот бред сивый кобыл. И, ребят, ну как, вот взрослая деваха, ну, 19 лет, ё-моё, ей исполнилось уже в январе месяце. Ну, можно как-то хотя бы говорить нормально, ну, ты уже определись, да, ты говоришь изначально, что у меня сегодня была фотосессия с мальчиком, да, с мальчиком. Ну, так ты скажи тогда с мужчиной или с молодым человеком, с каким нахер мальчиком? Мальчик – это мальчик. Я, говорит, получила такое удовольствие от работы с мужчиной, от этой энергетики, от этих взглядов. Мальчик на тебя, что ли, взгляды пускал? Или ты на мальчика слюни взгляды пускала? Жень, что ты несёшь? Вот мне просто интересно, очень даже интересно. Далее, ребят, я смотрю, это нечто. Жара, лето, друзья мои, люди идут в футболках, дети идут легко одеты, маленькие дети. Это ненормальная... Я, говорит, вся промёрзла в квартире. Что там у бабушки в квартире творится, что она вся промёрзла? А теперь у меня вопрос на засыпку, а как же там Вероничка? А во что же одета Вероничка, да, если Женька вся в этой бабкиной квартире промёрзла, то что же там с маленькой Вероничкой? Или о ней вообще никто не думает, я так понимаю? Короче, люди нормально идут в футболках, друзья мои. Это оделась, да, вернее, нацепила, надела на себя шубу, и я просто валяюсь. Я, говорит, сегодня не буду возвращаться к бабушке. Я, говорит, ночую в другом месте. В общем, короче, пошла, как говорится, друзья мои, да. Понеслась душа в рай. Это что касается Женьки. Далее, друзья мои, демонстрирует нам обед в столовке и подписывает обед за 300 рублей. Как же я соскучилась по таким обедам. Жень, я что-то юмора не поняла. Ты вначале благодарила свой электорат за перевод, да, в 436 рублей, и сказала о том, что спасибо-спасибо за энергетику, за все, да, просила до этого, помогите, дайте денег на проект, на мой проект и так далее. Люди ей, значит, скидывают деньги, а эта пошла прожирать эти деньги в столовую. Друзья мои, это что-то с чем-то. Ну и, конечно же, картошка. Лешка-картошка, сын своей матери, тоже, друзья мои, сегодня в ударе. Я к нему захожу в телеграм-канал, он, значит, выкладывает лепешку и говорит, я проснулся, чтобы всем сказать, что вот сейчас началось лето. Вот такие вот дела, всем спокойной ночи. Да, действительно. Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша. В данном случае у всех этих товарищей крыша уже благополучно съехала в нужное место, в нужное русло, я бы сказала. Далее, говорит, история про зуб, продолжение истории про зуб. Да, ребят, это прям такая важная информация, без которой, конечно же, зрители картошки, ну, спокойно спать точно не лягут. Он говорит, вы знаете, кушать, да, кушать, кушает Лёлька, кушает ее дети, здоровые, здоровенные лбы. Не едят, а кушают, как в детском саду. Он говорит, кушать твердую еду не могу, но, говорит, мне поменяли в зубе бинтик. Во рту, говорит, теперь вкус не гнилья, а вкус, говорит, йода. Ну что ж, Лёшка-картушка, это действительно очень важная информация, очень важная и интересная информация. Без нее, конечно, мы просто как без рук. Друзья мои, вот такой у меня получился обзор, вот такая сборная солянка на Лёлькиных детей, которые действительно от нее, конечно же, далеко никуда не ушли и, конечно же, не уйдут. Это какой-то просто кошмар. Настолько вообще, вот, знаете, вот посмотришь на них и думаешь, господи ты, боже мой, да, даже мамка там все-таки в первых рядах, детям до нее даже, даже, даже до нее им далеко, вы понимаете, да. Они сами по себе ничего абсолютно не представляют, но, как всегда, вот этот момент, что вот настолько они значимые, настолько они крутые, настолько деловые. А вот Женьке, кормящей медалистке, вообще хочется постоянно соответствовать мамке. Могу, посмотрите, я тоже вся деловенная, у меня тоже куча дел. Ну, как скажет, ребят, вот, что Женька скажет, да, что-нибудь сказанет, что Лёшка картошка, хочется сразу сказать, господи, в вашем случае действительно молчание золото. Молчите и, возможно, сойдете за умных. Ребят, вот такой обзор, всех целую, обнимаю, всем пока-пока.